Канобу.ру представляет Добрый день, дорогие зрители. На календаре 21 декабря, и наш большой мир приближается к Новому году маленькими шажками. А вот маленький большой мир несется к своему выходу семимильными шагами. Что не день, то новое видео или слух. Например, что LittleBigPlanet 2 выйдет на PSP, как и предшественница. Этот слух моментально развеяли, зато появилось много новых. Каких? Сейчас узнаете. Пока за окном лютует зима, по интернету ползут жаркие слухи о не менее жаркой Uncharted 3. Ее только-только успели анонсировать для третьей PlayStation, как въедливые журналисты прознали, что игра появится также и на новой, еще даже необъявленной портативной переставке от Sony. Еще говорят, что это будет аккурат к следующему Рождеству. Между прочим, очень правдоподобное развитие событий. Первая игра для Apple платформы на движке Unreal Engine вызвала настоящую бурю обсуждений и чуть не обогнала по продажам Angry Birds. Но уже на этой неделе технологичный движок появится и на платформе Android. Правда, игра совсем другая – Dungeon Defenders. Как следует из названия – гибрид Tower Defense и Action RPG. Посмотрим, насколько она будет популярна, но различия между ними, как говорится, налицо. Группа американских физиков пытается полностью воссоздать игру Tennis for Two. Это первая в мире видеоигра с аналоговым дисплеем и появилась она в далеком 1958 году, но просуществовала недолго. Изобретатель собрал ее из работающего осциллографа, но, видимо, наука была ему дороже и игру демонтировали. И сейчас легендарную машину собирают заново, в точности из тех же запчастей. Вот что называется настоящий ремейк. На фоне такой глубокой старины даже немного стыдно вспоминать о дне рождения именитого Балдурсгейта, которому сегодня стукнуло 12 лет. А кажется, что совсем недавно мы бодро шагали по просторам Фейруна. Вот время-то летит. Пока одни резиденты Канобо обсуждают Battlefield, китайские телефоны Катю Лель и Соевый Соус в клавиатуре, другие нас радуют интересными записями. Вернувшийся Тре выложил всю подноготную игр по лицензии Тома Клэнси. Ворчун составил хит-парад самых забагованных игр года, почему-то Disciples 3 там нет. Лампа погоняла на космическом корабле в старой игрушке «Звездные волки 2». Если у вас в холодильнике мышь повесилась, то обязательно участвуйте в нашем новом конкурсе. 2010 год подходит к завершению, и все начинают подводить его итоги. Вот и Гамовер решил рассказать о сериалах, которые доставили ему особенное удовольствие. А с вами был Александр Глаголев. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...